Еще раз скажем, слава Богу за Его милость, за то, что Он сегодня дал нам время такое быть в Его искании, размышлении, чтобы для нас было ценно не внешнее, но для нас было более ценно внутреннее, вечное. И тоже пришлось быть в Европе и там по определенным делам, ну и так там задержался. И уже, конечно же, когда задерживаешься или где-то бываешь, то бываешь в церквях, то там все они передавали христианские сердечные приветы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Они передавали вам привет. Ну и Финляндии, забыл тоже, Финляндии тоже. И вот, знаете, как бы то ни было, в разных странах, но есть один род людей. Есть те люди, которые, вы знаете, где бы ты его ни видел, его образ всегда уже ты узнаешь. Ты заметишь его, как один брат говорит, у него сверкают глаза обязательно. Этот род, ты будешь идти по, где-то, может быть, по улице или где-то еще, или там в аэропорту, ты их обязательно заметишь, кто это, и поймешь, что это верующие люди. Вы знаете, если только в одном случае, если ты тоже такой же. Вы знаете, если твое состояние, сердце тоже, и у тебя глаза сверкают, то ты и таких же увидишь. Я всегда удивлялся, когда принесли Христа, и, вы знаете, уже, кажется, как его могли узнать, младенцы. Как могли его увидеть? Но та суть, которая была на этих людях, она точно так же была и во Христе. И они свое узнали. Они узнали. Им не надо много даже рассказывать, говорить. Ты начинаешь понимать, это то, что в тебя вкладывал Бог. Иногда бывает, встречаешься с человеком, и пару слов с ним только, и понимаешь то, что он переживает, и ты переживаешь оно одно, и видишь это состояние. У него свои были обстоятельства, у него другой язык, у него другие какие-то, может быть, моменты жизни, которые окружают его, но вывод точно такой же. И для нас сегодня, вот, братья и сестры, ценно, чтобы нам сблизиться с Богом, взыскать Его. В это особо последнее время, которое, ну, к нам уже так оно подступает, приходит, и у каждого оно свое, у каждого свои определенные трудности, тяжести, которые приходят, и там, в той же Европе, там тоже свои трудности. Они тоже переживают, плачут, молятся, ожидают от Бога, и тот, кто подступает, приходит к живому Богу, получает особенное благословение. Я читаю несколько месяцев на Писании. Мы чуть поразмышляем и будем молиться, но ожидаем от Бога, ожидаем от того, который дает нам, на самом деле, истину. Вот это возможность, чтобы сблизиться. Мы здесь для того, чтобы поменять свою внутренность, чтобы нам что-то изменить. Когда-то, вы знаете, четверо решили, что они не будут оскверняться. Это были подростки. У них было принято решение, что они не будут что-то делать. Это люди, которых, вы знаете, поработили, завоеватели, убили их родителей. Это непростые судьбы, но они нашли себе что-то большее, какую-то другую возможность. Вы знаете, сегодня враг старается давать такое поколение, чтобы мы всегда расстраивались. Какие-то обстоятельства, мы сразу же падали в панику, даже мелочи, трудности какие-то. И у нас сразу же приходил какой-то момент такой-то, как сегодня есть такое слово, депрессия или что-то еще подобное. Но те, вы знаете, они, наоборот, они укрепились, решили, что они будут верными Богу, и они остались верными Богу. И пришло время, когда им нужно было стоять и говорить. Им нужно было поставить кафедру там, где не совсем удобно, приятно. Вы знаете, но они как в одно, говорят, нам нужды нету, говорить с тобой, царь. Нам нужды нету, мы идолам твоим не будем поклоняться. И вы знаете, они поставили туда эту кафедру в огненной печи. И вы знаете, и царь услышал их. И поменял конституцию, законы. И сказал, это нам пришло на все лицо земли. Вы знаете, четверо человек, они изменили конституцию. По одной причине они решили в своем сердце вначале не скверняться. Сегодня мы здесь не для того, чтобы просто провозглашать или какие-то вещи, знаете, по-человечески делать, говорить. Сегодня самое большое, что можем мы сделать, это во внутренность свою посмотреть. Иногда нам хочется кого-то другого, рядом сидящего. Ну, это тебе проповедь хорошая, это тебе надо покаяться. Братья и сестры, не будем наблюдать за другим сейчас. Сейчас вникнем в свое сердце, в свою внутренность. Ну, это ему нужно молиться. Нет, братья и сестры, это нам сегодня Бог предлагает, пока есть возможность. Пока есть, сегодня уже было сказано, мирное время, нам нужно иметь запас определенный, духовный запас. Может все измениться. Это не тогда нужно, когда придет уже время сложное что-то делать, а сейчас, пока есть эта возможность. Поэтому пусть Бог благословит. И там я читаю такие места священного Писания, это откровение. И написано 21 стих 2 главы. «Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась». Я еще читаю одно место священного Писания. Это 5 глава, 4 книга Царств. «Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, откуда Геезия? И сказал он, никуда не ходил раб твой. И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился на встречу тебе человек, тот с колесницы своей? Время ли брать серебро, брать одежды, или маслиничные деревья, виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов, или рабынь? Путже проказа Неиманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него, белый от проказы, как снег». Вы знаете, есть такое очень слово «я дал ей время». Время ли сейчас что-то делать? Вы знаете, вот это сегодня такое особое, мы должны понимать состояние наше. Мы не должны пропустить. Есть время, когда Бог что-то предлагает, видя, может, наше несовершенство, видя наши какие-то обстоятельства. Я как-то, знаете, слышу такое пророческое слово, говоря о том, что есть чуждые источники, и как-то, знаете, ну, бывали люди говорили, наверное, там, телефоны, но я так посмотрел у всех сегодня, телефоны есть, и в интернете все, и понимаешь, что не сама, вы знаете, вот эти действия, не сами, ну, приборы, они являются каким-то источником, но источник – это то, к чему мы будем стремиться. Источник – то, что для нас ценно будет в нашей жизни. И вот, когда начинаешь смотреть на человека в чем-то источник, внешне вроде нормально, человек молится, вроде бы, знаете, такое состояние, как он читает Слово Божие, но Бог говорит не раз такое, чуждые источники, питается народ из чуждых источников. Я размышлял, и вдруг, вы знаете, вспомнил место из Писания, к римлянам, где говорится о том, что люди, которые познали вроде как бы Бога, они Его не прославили, не стали держать в уме, не доверились этому пути Господнему, не согласились до конца. Вы знаете, держать Бога в уме – это не думать просто о Нем, размышлять как-то, что Он там есть, это решиться, чтобы Он управлял твоей жизнью. Когда тебе, ну, все обстоятельства говорят, ну, слушай, здесь нужно поступить по-человечески, ну, время такое, здесь нужно подписать, ну, сегодня невозможно, ну, как же, ну, это ж налог, ну, надо подписать, ну, подписывай. Вы знаете, это у нас такое состояние, разум говорит, что, ну, посмотри, но если ты имеешь Бога в разуме, то нужно не подписывать. Ты понимаешь, нужно поступить по Слову Божьему, и это против тебя, это против твоих действий. Когда-то Христос, будучи там, на Голгофе, в Гефсиманском саду, Он держал, вы знаете, стоял перед этим уже событием на коленях, и ожидал, и вдруг что-то нашел в своем сердце. Ему не хочется, ему не хочется пить чашу, которая ему предложена была, но он отказывается. Не моя будет воля. Боже, оно Твоя. Есть определенное состояние. Вот источник. Начали поклоняться твари вместо Творца. Знаете, заменили эти образы Бога невидимого, нетленного, Которого не почувствуешь на это видимое, на пресмыкающее. Сегодня этот мир также предлагает нам эти источники, этого земного, человеческого существования. Начни искать только земное, плотское, что в твоей жизни есть. Что сегодня, ну как живут эти обычно физические, может быть, животные и так далее. Ищи этих целей, чтобы полегче, попроще, чтобы вкуснее все-таки было. И мы за это даже будем обращаться к Богу, будем молиться, ожидать что-то и начинаем в разуме своем применять другие картины. Начинаем в разуме своем сомневаться в том, что Слово Божье описано. Сегодня утром слышим книгу пророка Исаия. Вы знаете, так говорится о пророчестве Вавилоне. Это царство, которое распространилось на все время. И Бог говорит, придет время, его не станет. Но это большое количество времени. Это в Библии два стишка описано. Вы знаете, несколько глав смотришь, но это целая история. Поколения сменялись. Но Бог говорит, придет определенное время, воздаяние. И этим пониманием, то, что казалось ценно, неизыблемо, казалось уже, эта империя с ее взглядами, с ее образами, она будет постоянно, она будет, знаете, делать что хочешь. Вы знаете, и на тот момент, когда ты живешь, вроде бы так, как и кажется, но, братья и сестры, не эти взгляды, не эти образы останутся. И Бог говорит, придет время, что никто даже не узнает, где оно. Мы даже до конца и не знаем, что там и было. Мы даже до конца не знаем, как оно, какие у них были определенные, знаете, даже понимания, потому что Бог сказал, это стерется, придет время. Но вот среди всех этих есть люди, которые стараются держать, идут к источнику, к этому невидимому. Что это за невидимый источник? Что ценное в Боге? Что в чем оно открывается? И вы знаете, когда начинаешь смотреть, что Бог предлагает, Он тоже предлагает тебе нетленные вещи, сокровища, которые, ну, знаете, как-то в этом материальном мире они не сильно ценятся. А что это за сокровища? Невидимые. Это сокровища дружбы. Не просто какое-то, а настоящее по Евангелию. Оно сегодня так не ценно. Оно ценно здание, ценно, ну, зарплата твоя, ценно, а дружба? Оно не ценно. А терпение? Нет, терпение вообще-то не к нам, это к кем-то другим. А написано именно терпением, вы спасаете чьи души. Это нам предлагаются эти духовные ценности. Нам предлагаются эти духовные образы. И Бог предлагает, к какому источнику ты идешь. Иногда хочется вот эту вещь, а хочется вот так, а хочется вот так. А может, Бог что-то другое предлагает? Не разменивайся. Мы вчера ехали, и вы знаете, обычно, когда хлебопреломление, не знаю, как у вас, но я понимаю, всегда перед этими хлебопреломлениями какие-то испытания. Ну, всегда. Ты начинаешь что-то особенное. Мы приехали на границу, надо было ехать, и я уже думаю, быстрее приеду, как-то уже хоть и слово надо и почитать, и готовишься. И ты на этой границе стоишь 12 часов. И знаете, очень просто не двигается, не смотрит. И я понимаю, кто-то пытается что-то там, знаете, нарушить мир, чтобы, знаете, какое-то сказать слово, и понимаешь, не-не-не, впереди хлебопреломление. Это, знаете, такое яркое событие. Мне хочется войти в его покой, довериться ему, довериться слову ему. Знаете, смотришь, человека, ну, враг берет и начинает, там даже эти машины начинают, то там, то не прошло, это не прошло. Туда иди, сюда иди, там иди, вопросы, такие, знаете, и все, оно пытается, чтобы только возмутилась твоя внутренность, твое сердце. А ты понимаешь, этого нельзя, ни в коем случае, допустите, после 12 часов выехали с этого уже, уже этого пункта пропускного, уже едешь по дороге, молишься, ну, знаете, и такая благодать и радость. И понимаешь, это ценнее. Да, пришлось что-то заплатить, пришлось что-то там, знаете, какая-то сложность произошла, пришлось что-то сделать, но думаешь, это того стоит. Это того стоит, братья и сестры, есть что-то ценнее, духовнее, есть важнее вещи, есть вещи о вере, а как она рождается. А эта вера рождается, когда ничего нету перед тобою, но нужно сделать какой-то шаг, и хочется все-таки видимых, конкретных моментов. А Бог предлагает, посмотри, правильный, доверься Господу, начни искать лица Божьего, и Бог твоей жизни начнет совершить. Цени то, что духовное, ценное. И вот мы прочитали, Бог говорит, я дал ей время, для чего время? И когда-то Геезия побежал, он взял множество, кажется, ну, тогда нужда была. Смотришь в следующей главе, эти сыны пророческие, они были дальше в нужде, жить особо негде было. Это не вопросы какие-то такие, знаете, ну, у меня один дом, и дострою другой еще, знаете, как-то, ну, хочется летний вариант и зимний. Знаете, вот это, ну, состояние, это другое состояние. Ты понимаешь, там нужда есть. Там кто-то взял котел, накидал туда каких-то ягод, кто-то пособирал, и чуть не отравили, знаете, нужда, похлебочка, но это, это не просто какое-то состояние, там нужда была, и Геезия понимал, есть что-то, что можно, ну, как бы использовать, что вроде в глазах ценно, и он это взял. Кто-то говорит такой, ну, иногда такие люди способны, попросил один, а ему дали два, знаете, это способность еще надо. Иногда мы тоже таких людей ценим, думаем, пусть бы с нами были рядом, но, знаете, здесь не пройдет, в Божьих путях оно не проходит, а вот в Божьих путях, Елисей говорит, а время ли это делать? Время ли вот эти все вещи приобретать, и не сопутствовали сердце мое тебе? И вспоминается, когда идут Илья и Елисей, они идут по дороге, уже окажется все закончено, и Елисей, Илья и Елисею предлагает, что ты хочешь? Хочу Духа вдвойне, кстати, с маленькой буквы, не просто с большой. Это тоже для нас нужно понимать. Вы знаете, Бог, Он не просто где-то вот, я буду жить как хочу, я не ценю, не держу, и потом помолюсь, молись. И были такие, которые и плакали, и умоляли, но уже ничего нельзя было сделать. И есть такие, Бог говорит, чтобы этот корень и на нас не распространился. Есть обстоятельства, где уже Бог будет так ступаться. Но вот Илья и Елисея идет, Духа, этих духовных вещей, чтобы они вдвойне были, чтобы то, что от Бога, оно было в моем сердце, Он истинно понял, не просто сила нужна, иногда нам кажется, вот сила нужна. Я уже говорил эти примеры, когда один миллиардер говорит, знает молодежи, говорил, что, знаете, если вы найдете миллион долларов, что с ним нужно сделать, вы знаете? И кто-то сразу, знаете, в церковь отдать, или там, мищем раздать, или что-то еще, родным подать, кто-то более честно говорил, знаете, ну, родные, или как один брат говорил, хотел, что-то машину подарить. Не нашел кому, кто в церкви бедный, понял, что это он самый бедный, вот знаете. Своё сердце просмотрел, всех просмотрел, я думаю, оставлю себе лучше этому, самому бедному. Так это наше состояние, внутреннее. Но вот Писание нам предлагает другой путь, вот другое действие. И вот Илья с Елисеем, они идут и дожидаются что-то важного. И это не сила какая-то человеческая. Это то, что даст тебе возможность. Потому что, вы знаете, эти ценности, которые сегодня есть, дружба, вера, терпение, поймите, мы сами их никогда в жизни не пройдем. Никогда мы не приобретем их. У нас не хватит терпения. Я не знаю, кто тут самый терпеливый. У нас не хватит любви. Вы знаете, все эти источники, они в Боге. И потому мы склоняемся. И когда вдруг понимаем, здесь нужно что-то сделать, и мы не можем вытерпеть. Мы не можем вытерпеть, может, человека, который над нами издевается уже только год, столько лет. Но мы ожидаем от Бога, становимся на колени, молимся. И вот эти качества Бог нам дает, приобретает. И Илья говорит Елисею, трудного ты просишь. Есть вещи, которые трудные. Можно сделать вид, можно создать церковь, написать ее, можно что-то еще сделать, но суть не будет. Не будет того Бога, который был при Ильи, где ты ступишь и расступятся эти воды пред тобою. Не будет только образы. Ты будешь только на стороне стоять, как другие пророки. Может, понимание у тебя будет, но той силы и славы не будет. Если ты этого хочешь, смотри, что сегодня предлагает нам Бог. А Он предлагает нам довериться Ему. И потому в нашей жизни, братья и сестры, приходит Голгофа, где Бог начинает наше плотское распинать, где начинает взращивать надежду в наше сердце, когда уже, казалось, ничего нету, а сын где-то там далеко, а на него уже, смотришь, диагнозы, а он уже пьяница, а он наркоман, и нету ничего, и ты до Господа. И вы знаете, что-то преображается в твоем состоянии. И вот сегодня Бог говорит, вот это время сегодня, приобретать этот дух, приобретать это духовное состояние, чтобы однажды, когда придут вопросы, ты мог встать на колени и воззвать Бог, и сказать, Господи, где ты? Тот самый. И Бог откроется тебе. Он скажет, вот я, вот я, ты стремился к этому, ты старался преобразить сердце свое, ты не хотел, чтобы оно было гнилое в твоей жизни, чтобы оно было неправильное, ты хотел, чтобы оно показало в твоей жизни славу Божию. Братья и сестры, мы сегодня просматриваем свое состояние, к чему мы стремимся. Они не захотели иметь Бога в разуме, и там даже худшие моменты описываются, что в их жизни получилось. Какие отступления тогда происходят. Ты начинаешь прирадно думать, ты начинаешь ценить по-другому, и там в Исаии пророка будет тоже описано впоследствии такое слово, что, говорит, когда придут это разорение, когда придет, люди будут ценить уже другими людьми, уже будут ценить теми, они будут как на вес золота эти сыновья и мужьи Иуды, они будут ценные, что-то ценнее, человеческая жизнь станет ценнее, когда трудно. Так вроде бы, а чего, зачем мне тот брат, зачем мне та сестра, а когда сложности, лучше бы этот брат пришел, лучше бы он был рядом, да поддержал, да побыл со мною, и поэтому храни нас Господь, братья и сестры, мы будем приступать, и когда мы будем принимать, написано, размышляйте, размышляйте над своим состоянием, может, чего-то недостает там, недостает этих духовных качеств нашей жизни, а я скажу, недостает, и нам нужно меняться, церковь, братья и сестры, нам нужно оценить что-то большее, не за спинами друг друга что-то обговаривать, а нам нужно к Богу приходить и понимать, что мы стоим пред живым Богом, нам нужно держаться вот этих евангельских вещей, и пока можно делать, делать добро своим, наипаче своим по вере, помогать, поддерживать, пока есть возможность терпеть, учиться этому, даже если очень сложно научиться, зная, что через это придет время и слава Божья придет, и действие Божие, через это Бог будет с тобой рядом, и однажды в этом состоянии ты склонишься и отдашь Богу свое сердце, ты вновь с Ним сблизишься, потому что у тебя уже приобретено это духовное, и будешь радоваться, ликовать, и на твою молитву услышит ответ Господь, ты уже будешь говорить этому царю, у меня нужды нету, чтобы тебе отвечать что-то, что бы ни было, уберется моя жизнь или не уберется, я буду служить живому Богу, и этим не поклонюсь, и в конечном итоге Бог прославится. Будем молиться, искать лица Божие. Субтитры создавал DimaTorzok